Можно, девочки, у нас с вами есть шанс выйти замуж. Вы видели приезжих русских? Один краше другого, высокий, красивый, они еще все образованы. Так что берем и просто бежим в сакс. Не теряемся. Свекрови нет, родственники далеко, никого в гости звать не надо. Самое прикольное, конечно, в этом раскладе, почти 100 тысяч наших молодых людей уехало в Казахстан, я напомню. Ну, согласно некоторым дадам. Ну, песня совсем не о том. Так вот, самое прикольное. Самое прикольное, что драйверами отъезда молодых людей из России в Казахстан были как раз их возлюбленные, их девушки. Ну, в том, что им надо поскорее уехать, а они здесь продадут собственность, утрясут все дела и присоединятся к ним позднее. Вот, я так понимаю, что они могут не успеть, потому что выйти замуж за казашку, это сразу решить все проблемы с видом на жительство, со всеми этими карточками и с трудоустройством. Вот. А вообще женщины так вот, они немножко по-другому устроены. Я помню, мне мой коллега по издательскому дому Родионова, Александр, который позднее сменил меня на должности главного редактора журнала «Карьера», он во время того знаменитого цунами был как раз на Пхукете, и он рассказывал, что когда вода отошла и обнажилась гно со всеми этими морскими гадами, ракушками, то все мужики, в нашем случае, бросились собирать всю эту диковинку, а их женщины тянули их истерично из воды, пытались, в общем, спасти своих собцов. Так что у них по-другому немножко работает и чуйка. И посмотрим, чья чуйка окажется вернее наших девушек, которые своих возлюбленных быстро-быстро сплавили за границу от мобилизации. Или казашки подсветятся.